Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Тебе, Святому Духу и ныне, и преслеива веки веков, ами! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Воскресе, измертый Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и святых апостолов, преподобных Богоносцев, Отец Наших, и живцевца Наша Иоанна Архипийская по Константинграду, Затаустого, святых праведных Богу Отеца Акиманы, святых вселенских Учителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Затаустого, их же и память ныне совершаем. Святых праведных Богу Отец Акиманы, всех святых, помилуй и спаси от нас, як облаке человека люби! Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беседа о том, что есть человек верующий и есть религиозный. Какая же разница между человеком верующим и религиозным? У нас часто это путают, а он, говорит, религиозный. Он в церковь ходит и акафисты читает и прочее, то есть обряды все исполняет. И вот меня вчера спрашивают, а кто авторы этих бесед? Кто автор этих бесед, я не знаю, но какие материалы использовались для того, чтобы составить эти беседы, это Библия, Новый Завет, Ветхий Завет, Аверки, Таушев, брали, откуда брали это? Использована литература для составления этих бесед. Восточные отцы, учителя церкви, Антоний Суровский, Баркли, в комментариях к Новому Завету, Дамаскин Иоанн, Иоаннари, Иероним Стридонский, Лоский, Лопущин, Вигелянский, творение отца нашего Василия Великого, Ефрема Сирина, творение Триоте Постное, Феофилак Болгарский, Отец Александр Шмеман, энциклопедия православная. Вот из этих источников составлены эти беседы. А кто автор их составлял, неизвестно. Нередко вера и религия, человек верующий и человек религиозный, противопоставляются. В обиходном понимании религиозного человека от верующего отличает приверженность к формам той или иной религии. Как правило, под религией человек понимает систему традиций и догму, которые отличают одно исповедание веры от других. То есть, мы знаем, что возьмем крест на знамя и устаробрятся так, а мы так. Скажем, это вот у нас истина. Они говорят, нет, у нас истина. Это религиозное понимание. Если говорить о христианстве как религии, то есть системе христианской вероучения, то отношение себя к этой религии еще не свидетельствует наличие личной веры в Иисуса Христа. То есть, человек может быть религиозным, а не верующий. То есть, не верующий в Иисуса Христа, как своего Спасителя. С точки зрения Писания Нового Завета, не верующий во Христа не имеет ко Христу и Его Церкви никакого отношения. Внешние атрибуты не имеют для Царства Божия никакого смысла. Но так как мы живем в обществе и не способны, да и не имеем права судить, кто верит во Христа истина, а кто нет, то используем понятие религиозность и церковность. Многие считают религию полезной и нужной для общества, нации, семьи и государства, для поддержания честности и морали. Религия приносит пользу через утешение, воодушевление, то есть, удовлетворяет психологические, общественные потребности. Я зайду в храм, когда стою, мне так хорошо. Но дальше выходит, живет дальше мирской жизнью. Конечно, оно как бы утешает все это вокруг. Изображения на стенах какие у нас, пение такое. И он умиляется, человек. Религию можно любить, подобно увлечению спортом, наукой, каким-то делом. Религия интересна и занимательна. В ней есть красота и эстетика, мораль и ценности, завораживающие таинственность и авторитетная традиционность. Поэтому-то те, кто воспринимает церковь внешне, защищают ее земное наличие, либо ругают ее за это же. Мистическая жизнь в церкви и ее основное внутреннее содержание, которое не поддается определению по различным параметрам, может не восприниматься и не приниматься религиозными людьми и жизненными руководством. Ведь те, кто ходит в большие храмы, придут, представьте, в наш храм по-молиси, ну что скажут? Так какая-то церковь, это убожество какое-то, ну, да и облачения какие у батюшки здесь, да и алтарь какой-то, ну, что, да и иконы какие-то, все скажут. Это, ну, по сравнению с тем, чтобы быть в храме Христа Спасителя, у нас это, ну, представьте, это сравнить нельзя, ну, даже и Покровским собором возьмите, или Дмитрия Ростовского, не сравнить это. И люди скажут, да что же это такое, там ничего и нет такого-то, и, может быть, и ладан не так пахнет, как должно быть. Когда религия сводится к пользе, то вместо веры речь идет о религиозном чувстве. Ярким примером религиозности без веры являются в Евангелии неверующие иудеи. Себя они, конечно, не считали неверующими. Всячески старались соблюдать закон, отличались моральностью, говорили о своей вере в Бога. Такой тип религиозности никуда не исчез, он присущий христианству. То есть иудеи соблюдали закон, верили, но они соблюдали это все было внешнее, а общения с Богом-то не было, такого близкого-то не было. И поэтому, когда пришел Спаситель, они его не узнали и вознесли его на крест. Вера, в отличие от религиозности, это не просто особый стиль жизни, но коренное внутреннее изменение человека, новое рождение, встреча со Христом и принятие доверия Ему. То есть человек уверовал, он изменился, он стал уже не такой, какой был до сегодняшнего момента, пока он не вошел в купель крещения. Если религиозное чувство пассивно направлено на помощь и удовлетворение индивидуальных духовных нужд, то вера предельно активна. Это жизнь в Боге. Религиозное чувство легко принимает разрыв между жизнью и религией, благополучно уживается с идеями и убеждениями, которые не только чужды христианству, но и зачастую открыто Ему противоречат. И это мы все знаем. Начни где? Показывать, то есть Слово Божие, Библию, Евангелие. То сразу говорят, вы, наверное, сектанты. Люди верующие ходят в церковь, может быть, десятилетиями. И когда им приводят, да как это, да не может быть этого. Как это так? То есть были много раз, много в церкви жили, церковной жизнью, говорит, жили, да, церковной жизнью жили, но не жизнью во Христе. Призывая, призывая к ображдению ненависти, осуждению других людей, которые можно услышать от христиан. Примеры религиозности. Мы видим это и сегодня. Православная. Православная в России, православная на Украине. Война между собой. Патриарх украинский едет в Америку договариваться, чтобы дали оружие. Что это? Это религиозность. Но веры нет здесь. Религиозное христианство являет приверженность в форме, даже в ущерб содержанию. Неизменность, священность, красота, традиционность при утрате понимания их целей, так же бесплодных, как гробы, которые выглядят красиво, но внутри содержат смерть, а не жизнь. То есть красиво в церкви, красивое пение. Но если ты этого не понимаешь, и только умиляется твоя душа, и выходишь, остаешься таким-то, не изменяешься, то это, говорит, как гробы. Приводится в Иоанн, говорит, Матфея, 23 глава. Вера наполняет смыслом существования формы и традиции, и не боится при необходимости сделать форму более понятной, чтобы донести внутренний смысл. Истинное поклонение Богу происходит в духе истины, Иоанна, 4 глава. Поэтому поклонение без духа при одном лишь соблюдении формы является ничем иным, как идолопоклонство. О безжизненности религиозного чувства свидетельствует равнодушие к содержанию веры, отсутствие интереса к тому, чему призывает Господь Иисус. Сама личность Христа, Божественная тайна Боговоплощения неинтересна религиозному чувству. Если религиозность можно распространить как идеологию, навязать как систему ценности убеждений, то вера находится исключительно в компетенции Бога. К ней невозможно принудить, она может охватить все существо человека, а не только убеждения. Те случаи в истории человечества, когда власть имущая при помощи церкви пытались навязать христианские убеждения, принимали уродливые антихристианские формы. Религиозному чувству сложно принять идею свободы Духа Божия. Религиозное чувство проявляется и тогда, когда человек с минуты в минуты несчастья и страдания обращается к Богу или церковной жизни, но по прошествии времени при возвращении к обычной жизни ведет себя как будто Бога и нет. Обращается, видим, там, привозят какие-то святыни, мощи, люди идут там, сотни тысяч идут, но уходят, а дальше что? Просят, это исследование проводили, кто просит? Просят обычно все то, что нужно для жизни здесь на земле, чтобы было, чтобы квартиру получили, чтобы на работе не уволили, чтобы мужа вернуть, муж ушел, чтобы там дочь сдала экзамены хорошо там, ну и проще, все такое, житейское, земное просится. Когда религиозный человек пытается искать Бога, слышать своим сердцем его призыв, тогда становится возможным его обращение к вере и новое рождение от Духа. То есть, если человек не получил рождение от Духа, а только религиозный ходит, то видим, что здесь автор говорит, что это есть идолопоклонство. Таким образом, веры, религиозное чувство далеко от эдентичности и подчас противоречат друг другу. При этом надо помнить, что Господь Иисус Христос не давал власти верующим осуждать неверующих. Это прерогатива исключительно Божия. Аминь. Слава тебе, Боже!